Вопрос на засыпку. Как меняется этот пакет? Я так понимаю, с боков резинки. Вот эти надо достать. Всем привет! Едем сейчас по улице Ванеева, по моей родной улице. Она единственное просто очень длинная, она через весь город идет. Едем сейчас мерить, мерить, да не мерить, а просто смотреть, короче, ручки в одном из ресторанов быстрого обслуживания, сломались ручки в окна автовыдаче, но это видео будет другое. Подписчик-оконщик присылает видео, спрашивает, как, типа, менять стеклопакеты, если нет штапиков. И присылает вот... Блин, она сломалась. Е-мое. Надо ее объезжать срочно. Когда брать не доведет. Присылает, значит, мне вот такое видео. Так, вопрос на засыпку. Как меняется этот пакет? Я так понимаю, с боков резинки. Вот эти надо достать. С собой, да? И, наверное, он как-то вынется. Вот эта резинка идет здесь, сантиметровая. Наверное, так, как-то по дозорам нужно вставляться. Потому что тут нет ничего вообще, ни штапиков, ни штапиков, ни штапики на настворке. Штапики есть. Запиленный в квадрат. А на глухарях только резинка с боков идет, и все. Ну, в общем, подытожим, да? Он говорит, что не особо сталкивается с алюминием, ну, и как бы не в курсе, как это все делается, ну, руками. Повидел тут понятно, там все при режиме, все дела. Ну, я, конечно, посмеялся, потому что надо резинку таскать со стороны помещения. Нет, конечно. Вот сейчас вот этот уже магазин, или как он называется, ресторан. Сейчас мы ему подъедем и продолжим. Блин, опять ученик, что такое? У меня, короче, завелись какие-то сверчки. Вот здесь вот. Я когда еду, меня уже просто так это бесит. Подумал что-то с рулевыми этими тягами и наконечниками. Подумал сначала что-то с рулевыми тягами и наконечниками, но говорит, нет, у тебя там все нормально. У тебя, говорит, этот пластик дребезжит. Как он так может дребезжать? Мне просто это выносит. По сути, можно просто разобрать вот эти накладки подрулевые и понять, что там брянька это. Но у меня что-то ни руки не доходят, и желания вообще нет. И боюсь что-нибудь сломать еще. Так, тем временем мы подъезжаем. Ох, какая бэхочка, кабриолетик. 76-й регион, я даже не представляю, где это. Так, ну вот, это наш магазин, или как это называется, система быстрого обслуживания. Ой, место даже есть. О, стоит директор, что наш. Так, ну я подъехал на этот адрес, но вопрос у нас заключался в другом, да? То есть, вот у нас идет стеклопакет, там ригель, горизонтальный планка называется ригель, вертикальная стойка. Вот, тут идут крышки. Вот, тут, кстати, даже видно? Это не я снял, она так и была. Вот эта крышка, она снимается крышкой съемником. Такой крючок, он поддевается, сейчас не знаю, кто покажу, может быть. Там бывают либо вот такие неправильные саморезы, желтые, универсальные. Там 6 на 40, 6 на 50. Это, наверное, 6 на 50 будет. Вот, бывает подголовка правильная, бывает под звездочку, но в зависимости от системы. То есть, надо снять крышку. Надо снять вот эту крышку, она, как обычно, идет метров 6, наверное, до самой высоты. Ну, снять наполовину, допустим. Все это дело раскрутить, стеклопакет вытаскивается. Вот, как он замеряется, берется размер от вот этой плоскости, вот до этой плоскости, ну, как по резинке, световой проем, и так же самое по высоте. И прибавляется по 13 миллиметров на сторону. То есть, сюда 13 миллиметров, и туда 13. То есть, к общей вот этой ширине мы прибавляем 26 миллиметров, и к общей высоте прибавляем тоже 26 миллиметров. Но я обычно 25 прибавляю. Вот. Все. Самое интересное, как замерить, что вот это, вот однокамерный пакет, да, один спейсер. И ты не понимаешь, он то ли 24, то ли он 32. Шестерка, это восьмерка, или там, ну, каленка, каленка, я не знаю. Ну, по сути, должна быть каленка здесь. То есть, штампиков нет. То есть, каленка и должен быть штампик. Ага, вот он, видно, да? Вот в штампике нашел. То есть, первое стекло, глава Эрбру. Значит, первое стекло закаленное. Второе обычно идет, простой там. То есть, обычно идет 6, 20-я рамка какая-нибудь и 6. Получается 32-й пакет. Но, чтобы это точно замерить, конечно, лучше либо его достать, ну, если нет прибора, а как еще замерить? Потому что, если с размером ошибешься, у тебя не сойдется ничего. То есть, у тебя крышка будет вот такая стоять. То есть, это, допустим, ты закажешь 24-й пакет, а у тебя 32-й. Крышка, ну, не встанет ничего. Надо будет переделывать. Вот. Ну, либо снять, снять один прижим. Снять один прижим. Ну, вот опять же говорят, что должно быть, ну, никак не говорят, а по ГОСТам должен быть маркировка на спейсере. Что за стекло? Что за... То есть, не стекло, а стеклопакет. Ну, вот здесь есть маркировка. Тут идет 6, 20, 6. Ну, вот, как я и сказал, 6, 26. Обычно, в большинстве случаев этой маркировки нет. Тогда вот надо, да, то есть, снимаешь туда, как-то линейку суешь металлической. Приблизительно замеряешь. Вот, собственно, что, давайте подытожим. Чтобы снять прижим, ой, чтобы снять крышку декоративную, надо крышка-съемник. Ну, либо там стамеска как-то, но его можно поцарапать. Снимаем прижим. Вот, про правильность самореза, да, то есть, прижим, он не прижимает ничего. Он там в термовставке болтается, а прижима нету. Вот, значит, по размеру прибавляем 26 на каждую сторону. То есть, у нас, допустим, 2 метра, прибавляем 26, получается 1026. Если у нас высота метр, получается, 26 прибавляем, 1026 будет высота готовой к изделию. Определяем формулу. Ну, и чтобы снять прижим, сейчас я гляну у себя. Крышка-съемник, если планируется работа, ну, не разовая, то можно приобрести он там. Стоит в районе 2-2,5 тысяч. Ну, вот, конечно, съемник. Вот, у него имеется такой зацеп. И, соответственно, меня сейчас не арестует, я думаю, в этом автосалоне Kia Motors. Вот, он тут регулируется, соответственно, он поддевается, и она слетает с этого паза. Вот это самое прикольное. Потому что у... Здесь еще другие, у них вот эта штука обламывается. Крючок. Ну, все, в принципе, все рассказал. Я думаю, стало более-менее понятно. Все это делается, соответственно, со стороны улицы, не из помещения. Ладно, иду мерить ручки. Ну, все это делается. И еще gets кpoons тем, что пузырала меня. А, например, он бер completely кормила sine т Schüler, не маленько продать, как и Gracias. Памى. Памnoc der mountain. Память. Продолжение следует...